Помогать ему будет, по некоторым вопросам, профессор Веселов. Пожалуйста. Я бы роль профессора Веселова на другой уровень расцвел, этому учитель по колоноскопии, начиная с 90-х годов. Мы сегодня поговорим о технике проведения колоноскопа, не в целом о всем колоноскопическом исследовании, потому что это достаточно большая тематика и техника выведения колоноскопа и осмотра полипов. Это огромное информационное поле, которое требует, конечно, отдельного разбора. Но Евгений Леонидович сегодня уже говорил о том, что врача важно научить безопасно и безболезненно выполнять колоноскопию. Это первое, с чего мы должны начинать. Потому что если врач тратит на проведение колоноскопа от тревой кишки до купола слепой кишки более 20 минут, если он при этом причиняет боль пациенту, то страдает пациент, страдает сам врач. И зачастую не хватает сил терпения для того, чтобы на обратном пути, выходя из купола слепой кишки, соблюдать все современные международные стандарты, тратить более 6 минут на выведение колоноскопа из купола слепой кишки, осматривать каждую гаустру, осматривать пространство между гаустрами и так далее, для того, чтобы не пропустить начальные стадии рака. Поэтому техника проведения колоноскопа до купола слепой кишки крайне важна. Именно на этом акцентируются ведущие и российские эксперты. Именно об этом нам на каждом семинаре очень детально рассказывают наши японские учителя. Во многом на технике проведения колоноскопа, которая базируется на основных правилах, заложенных профессором Куда, его школой, и будет основано мое сообщение. Начать мне бы хотелось с того, что большие эксперты в области колоноскопии уделяют огромное внимание тренингам, наших российских специалистов, особенно молодых специалистов, потому что от того, как мы научим с вами, молодого врача, выполнять колоноскопию, во многом зависит его будущий успех, и в том числе и в диагностике тех новообразований, о которых мы сегодня говорим, маленьких полипов, ранних форм раков. И во многом от этого будет зависеть популяризация колоноскопии как одного из основных методов скрининга колоректального рака. Вот основные правила проведения безопасной колоноскопии от ведущих экспертов. В первую очередь необходимо контролировать и координировать все движения эндоскопа. Минимально инсуфлировать воздух в просвет кишки для проведения колоноскопа. Пользоваться кратчайшим путем от прямой кишки до купола слепой кишки. Соблюдать ось проведения колоноскопа. Об этом я чуть позже остановлюсь более детально. Избегать формирования дополнительных петель. Прошли те времена, когда нас учили переворачивать эндоскоп несколько раз, формировать альфа, бета, гамма, дельта, перевороты. Нет такого. Если вы посмотрите, как это исследование выполняют ведущие эксперты, и российский, и японский эндоскоп проводится, изгибается и снова возвращается на место. Мы тоже об этом сегодня поговорим. Необходимо максимально собирать кишку. Не растягивать ее избыточно. Не перерастягивать. Не причинять пациенту боль в первую очередь. Тоже сегодня на этом остановимся. И использовать те маневры, которые, конечно, не должны быть болезненны для пациента. В наших с вами условиях это очень актуально, потому что в большинстве клиник исследования проводятся без глубокого наркоза. И врач может очень четко контролировать не только проведение колоноскопа, но и имеет полную взаимосвязь и взаимодействие с пациентом, полную обратную связь от пациента в отношении его каких-то неаккуратных или неосторожных действий. Потому что могут быть неприятные ощущения, может быть дискомфортно, но не должно быть болезненны. Для этого надо пользоваться различными приемами, в том числе изменять положение пациента при проведении колоноскопии. Ну и, наконец, один из очень-очень важных советов и правил – это не терять ни в коем случае концентрации и никогда не отводить глаза от экрана монитора. Не проводить колоноскоп слепую, все время контролировать его местонахождение и местонахождение дистального кончика. Поговорим об оси. Это очень важно. В прошлом году в Санкт-Петербурге я показывал фильм, подготовленный на основе «Игры в снукер», где ведущие эксперты выбирают специальную траекторию, которая наиболее правильная до достижения цели. Так вот, здесь то же самое. Вот вы видите, каким образом у нас должен финально располагаться колоноскоп. Такую ось и надо соблюдать. Каким образом это сделать? Это необходимо добиваться не перерастягивания кишечника, а укорачивания его, сбаривания кишки. Особенно это касается сигмовидной кишки. Вот вы видите простые правила, которые я взял из доклада профессора Хироши Кашиды. Эндоскоп загибается за складочку, дистальным кончиком мягко уходит за нее. Затем эта складочка подтягивается вниз, она распрямляется, и тогда колоноскоп проходит дальше. Основное правило – распрямить изгиб кишки перед тем, как провести эндоскоп вперед. Следующий важный момент. Подтягивающее движение рабочей части эндоскопа назад позволяет присборить или укоротить кишку. Это тоже очень важно. Вы видите, как здесь объясняется это простое правило. Если продвинуть колоноскоп вперед в направлении к углу, то угол становится еще более острым. Эндоскоп заводится за этот угол, затем зацепляется из него, присборивается, исправляется изгиб кишки, и эндоскоп проводится вперед. Что важно? Важно ни в коем случае не перерастягивать кишку. Вот вы видите очень интересный слайд, тоже предложенный профессором Хироши Кашиды, о парадоксальном движении колоноскопа. Если у нас кишка не собрана, то при проведении колоноскопа вперед, кончик эндоскопа не идет вперед, как вы видите в этом случае. Здесь нет экрана, поэтому я не очень могу показать. Но вы видите, что кончик, наоборот, уходит назад, потому что кишка не собрана, она удлиняется, и дистальный кончик идет не вперед, а идет в обратном направлении. Это так называемое парадоксальное движение. Перед продвижением рабочей части вперед дистальный конец эндоскопа отходит в обратном направлении назад. Что еще важно? Важно правильно вращать колоноскоп, когда вы его проводите по кишечнику. В сигмовидной кишке все движения происходят по часовой стрелке. Мы проводим эндоскоп вот таким вот образом, немножко закручивая его по часовой стрелке. Затем, проведя его через сигмовидную кишку, мы его распрямляем, не делая никаких загибов, никаких переворотов. И идем дальше. Вот обратите внимание, каким образом показана эта часть колоноскопии. на слайдах, предоставленных нашими японскими коллегами. То, что касается проведения эндоскопа дальше, после сигмовидной кишки, в перечной ободочной кишке, в нисходящей ободочной, проведения колоноскопа через печеночный изгиб и через селезеночный изгиб, то здесь правило обратное. Вращение эндоскопа, загибание его должно быть против часовой стрелки. Ну и, конечно, необходимо контролировать, постоянно контролировать длину введения эндоскопа. Очень важно. Правила простые. Сигмовидная кишка должна быть собрана на 30 см, до селезеночного изгиба мы должны дойти, и колоноскоп должен дойти до селезеночного изгиба на расстоянии 50 см, ну и вся кишка должна быть собрана на 70 см, ну максимум на 80 см. Все наши ведущие эксперты говорят о том, что пока вы не собрали кишку, сигмовидную кишку, то селезеночный изгиб не дошли, не собрали эту часть кишечника, дальше идти не надо. Надо постараться уделить этим отделам максимальное количество внимания, для того, чтобы их собрать и двинуться спокойно дальше. Ну и выбор позиции положения пациента во время проведения колоноскопии. Вот этот слайд был опубликован Брайаном Сондерсом, это один из известных колоноскопистов британских, который очень детально расписал то, какое наиболее оптимальное положение пациента необходимо выбирать в случаях особенно сложной колоноскопии, особенно в тех ситуациях, когда больной без накоза, особенно в тех ситуациях, когда опыт врача-эндоскописта не позволяет быстро и безболезненно провести эндоскоп, если пациент находится только на левом боку, так как мы и начинаем, собственно говоря, это исследование. Я думаю, что этот слайд будет опубликован, и вы можете этим слайдом воспользоваться, он абсолютно не секретный и публикуется свободно. Ну и, конечно, важна роль персонала и важна роль медицинской сестры, которая оказывает ручное пособие при проведении колоноскопии. В нашем отделении сестра играет важную роль при колоноскопии. Если эндоскоп у нас как-то идет с затруднениями, то мы сразу же зовем медицинскую сестру, которая прижимает сигмовидную кишку, другие отделы кишечника, зоны острых углов и изгибов, для того, чтобы точно не растянуть кишечник, а максимально его собрать. Ну и вот можно фильм? И здесь показано, право, и здесь показано, как в целом проводится ну как минимум половина исследований в нашем отделении, это несложная кишка, это спрининговое исследование. Вот вы видите, что, во-первых, мы практически старались не инсуфлировать СО2 или воздух, просвет кишки, мы не растягиваем кишечник, проводим деликатно аппарат через все изгибы толстой кишки. Пройдя через изгиб, мы стараемся кончиком его зацепить и подтянуть на себя. Не удаляем жидкость из просвета, когда вводим эндоскоп, не раздуваем его избыточно. Спокойно и планомерно проводим аппарат такими поступательными движениями, подтягивающими движениями, запаривающими движениями, проводим его в просвет следующего отдела кишечника. Вот вы видите, мы уже перешли из симовидной кишки в максимальном направлении, здесь уже появилась треугольная гаустрация, треугольной формы, и вы видите, что мы разворачиваем эндоскоп в другую сторону, мы уже в области поперечной и ободочной кишки, печеночного изгиба, и вот эндоскоп проводится до купола слепой кишки, после чего и будет проводиться весь основной осмотр, будет убрано содержимое из просвета кишечника, и он будет максимально раздут углекислым газом или воздухом, в зависимости от того, что есть в вашем отделении. Ну и, наконец, последняя важнейшая информация, это инновационная система Олимпос, контроль положения эндоскопа, это Scope Guide, вот вы видите, как она работает, на эндоскопе находятся датчики, которые очень четко, которые позволяют четко определять положение всех частей эндоскопа, вот эти датчики, вы видите их на экране, таким образом, врач, проводя обследование с использованием такой инновационной системы, с контролем положения и с возможностью передачи информации на специальный экран, а затем и на монитор, может контролировать местонахождение эндоскопа, четко понимать сложные участки при проведении колоноскопа, видеть зоны перерастяжения кишечника и вовремя вмешиваться в ход проведения исследования, в том числе и с помощью привлечения медицинской сестры, которая может помогать врачу путем давления рукой на зону избыточного перерастяжения или острого угла, как вы видите здесь, и таким образом, ну, может быть, здесь схематично слишком все просто, но тем не менее, помогать эксперту при проведении колоноскопа. Это позволяет сократить время проведения, снизить болевые ощущения, четко понимать, где мы берем, где мы выполняем биопсию, из какого отдела, контролировать, фактически контролировать весь ход исследований. Конечно, за подобными системами будущее, конечно, они будут играть большую роль в обучении врачей, поскольку такие системы позволят сократить время исследования, снизить болевые ощущения, повысить точность выполнения биопсии и позволят быстрее молодому специалисту освоить все навыки такого все-таки достаточно непростого в техническом исполнении исследования, каким является колоноскопия. Ну и в заключение, практические советы, о которых мы сегодня говорили, помните, пожалуйста, об этом колоноскоп нельзя проводить вслепую, только в видимый просвет кишки, не причинять пациенту боль, потому что за этой болью могут быть более серьезные осложнения, такие как повреждения стенки кишки, особенно в зонах, где есть спаечный процесс после ранее проведенных оперативных мешательств. Необходимо все время удерживать ось колоноскопа, не создавая дополнительных перекрутов и петель. Постоянно укорачивать, сбаривать кишку, для того, чтобы четко контролировать длину введения колоноскопа. Сигмовидная кишка, вы помните, 30 см, селезеночный изгиб 50 см, слепая кишка 70 см. Необходимо использовать вращение эндоскопа в правильном направлении, по часовой стрелке, при проведении сигмовидной кишки, против часовой стрелки, при проведении поперечно-ободочной и нисходящей ободочной кишки. При проведении колоноскопа через изгибы необходимо возвращать ось колоноскопа в исходное положение. Ну и, наконец, это тоже очень важно. Вместе с тем, что мы должны концентрироваться на самом исследовании, мы должны не забывать о том, что избыточная инсуфляция газа в кишку не укорачивает ее, а растягивает ее, как воздушный шарик, что я тоже уже показывал на курсах колокола. Большое спасибо за ваше внимание. Я бы попросил Виктора Владимировича сделать мудрое дополнение, потому что Виктор Владимирович это специалист, у которого, наверное, наибольшее число колоноскопий стрелковых без седарции. Я вообще не знаю, Виктор Владимирович, а в вашей клинике анестезиологи чем-то занимаются? Да, конечно. У нас в день делается порядка 6-7 диагностических колоноскопий, и маскоскопий под седацией. Ну, естественно, делаются еще 1-2 диссекции по 3-м слои, требующие. Так, в основном, в таком колокола скопии порядка 50-60 делаются без всякой седации, без всего, без крика, без шоу и пылья. Но! Помните мой фильм Гарри Баргина? «Летущий корабль», да? Он работает? Микрофон, или нет? Да, да. Работает. Помните бабки-ёшки-педы? Растяни, меха-гармушка, эх, играй, наяривай! Как вот эта песня про неративную полную скорость? Мы работаем на собранной гармошке. О чем вот Сергей Катюшин рассказал. Понимаете, задача какая-то собрать их, изначально. Эта методика была предложена для получения Триколовского на 1977-78 г. И мы уже проходили эти мифы. Москва не верила Триколовского. Ну, как что? Поддубные, все остальные, приборы те же самые, руки те же самые, возраст тот же самый. У него получается, у нас нет, что? Ну, блин. И вот, ваш покорный судья, слуга, был заслан туда в качестве казачка. Опять-таки, помните фильм «Привычение электроника»? Ури! Найди, где у него кнопка. Так вот, я поехал, я нашел эту кнопку за три месяца, понимаете? Так что, не только кнопку нашел и научился Триколовский. Владимир Павлович, Триколовский, к сожалению, не смог выступить, по-моему, лет 25 тому назад на большой конференции, где у него был доклад о том, какая же его техника исполнения этого великолепного совершенно произведения искусства, потому что медицинное это искусство. Но, все опубликовано в книжке, называется «Детская дискобиль», писал Триколовский, слышно, вышедшая давно-давно, там техника нарисована прекрасно. И одно маленькое замечание, мне очень понравился сегодня доклад, великолепный совершенно, одно маленькое замечание, мы никогда не загибаемся кончиком прибора за складочкой. Никогда. Почему? Потому что только видя просвет прибора, извлекая его, в эту ситуацию мы получим его по движению вперед. Понимаете? Задача какая-то? Чтобы колоскоп при извлечении шел вперед. Тогда и пациенту не больно, чтобы птицкий песен не пел, все будет нормально. Мы реально, честно. Поэтому, поэтому, методика разработана еще очень давно, но освоили ее немногие. Но мы, птицы Стрихоловского, взлетевшиеся, а я вернувшиеся в гнездо, потому что ее место работы тогда было от логического научного центра, это и Сережа Ханкин, это и Миша Беляев, это и Владерия Захарьян, это и Саша Кузьмин и так далее. Это мы все оттуда. Мы попытались по принципу научить учителя научить и остальных ребят, которые также прекрасно ее исполняют. И все те, кто хотел научиться колоноскопии. И здесь я вижу очень много тех, кто у нас учился, они прекрасно исполняют свои клинии. Поэтому приглашаю нас к нам в Москву. Это было и в Питере. Было и 12 лет тому назад, когда Мяукина, Людочка с подружкой Филиным говорили, что в Питере колоноскопия не получается. И вот сидевшие здесь недавно представители нашего российского «Стоп, что она в Петербурге тогда тотальная была, ну, процентов 35-40. А у нас по 95-98. По 5. Москвичи говорят и вот приезжают лысые дядечка, мне подготовили 6 пациентов, а у меня всегда кураж на местах поступления. Три пациента, те, которых не смогли посмотреть ни один эндоскопист. Кстати, Миша, хотя бы ты взял и поморщился, когда его смотрел. Тут весь Петербург не он пытался, а ты взял разобраться в этой патологии, которая была в мире. Я бы запомнил одного пациента, вы знаете, это трагическая ситуация. Эндоскописты поставили рак левого изгиба, рентгенологи при рестопии рак правого изгиба. На фоне язвенного калитра сбитого на даму. Так вот, у него рак начинался в левом изгибе, заканчивался купор из слепой кишки. Я прошел по этому раковому каналу и зашел в токую кишку. Познать, ребята, что это действительно? Ну, конечно, я вышел, нимб нарисовали домой, ну, конечно, голову приколзил, понимаете, все понятно. Так вот, Людочка приехала, Адрюшка приехала, вы их получили, в Колоскопи-Пербурге ведет блестящий и так во всех тех городах, где мы бывали. В Астрахани была очень интересная ситуация, когда я приехал, то же самое, нимб и так далее, а через год мы приезжаем, я приехал с кем? С девочкой русской, я хохол и взял мальчика грузина, чтобы ни по какому принципу, ни по национальному, ни по половому не было сомнений. И девочки, и мальчики, и русские, и хохлы, и грузины прекрасно делают Колоскопию, если они хотят. У нас в отделении ординаторы к концу первого года прекрасно делают Колоскопию. К сожалению, медицина это искусство. Шумакер у нас один, и кто завелся своим делом, сел не за руль машины, а на лыжи встал. Но у нас ялонцы и сатаны есть, тоже прекрасно делают. Дальше, насчет того, как обучиться. Опять-таки, пример очень простой. Автомобиль, садишься, я первый раз помню, было в 75-м году, когда я встал на права, господи, сколько кнопочек, руль, это еще переключатель передач, зеркало одно, второе, третье, когда все это за ним смотреть. А сейчас, да и вы все, наверное, третий год вождения автомобиля, никуда вы уже, вернее, делаете на автомате. Это за вас делает ваш организм. Я даже удивляюсь порой, когда она за рулем держит здесь у нее телефон, здесь у нее сигарета, чем управляет, не знаю, но все равно хорошо машина едет. Поэтому так же и колоноскопия, понимаете? Я не знаю, как я ее делаю, честно говорю. Направо, навево, туда-сюда, не знаю. Это уже делаю я. Я покажу тут свою руку. Почему же? Сережа говорит, когда мы вращаем, куда? По чему сделки. Видите, когда у меня за 40 лет изогнулось все пальцы, а правая нет, а левая ничего, нормально. Понимаете? Поэтому давайте, чтобы колоноскопия была в ваших руках. Прекрасная процедура. Полюбите ее. Она ответит вам тем же. И давайте делать ее не методом проталкивания, как я это видел, как я это знаю, вот как рассказывали ваши ребята, ну не в Хабаровске, где-то там чуть-чуть подальше от Хабаровска. Меня там проталкивали. Когда он и промежут уже нюхает, а прибор все, еще до купола слепой кишки не дошел, метр восемьдесят. Понимаете? И причем он делает это уже 20 лет и обижается на этого молодого человека, который показал ему, что взял колоноскопию, нашел до купола слепой кишки, маститы и стоят. Слушай, что? Он после операции у тебя что? Здесь левосторонняя гемокалантомия. А почему? А потому что семь сантиметров до купола слепой кишки. Понимаете? Поэтому давайте учиться делать колоноскопию так, как делают ее ребята в Ярославле. Как делают в Москве многие клиники. Вот, пожалуйста, тоже мои. Ну, не скажу ученики, но соратники сидят. Понимаете? Поэтому действительно эта колоноскопия это песня. А ее делают многие. Ну, сейчас мы потом споем вечером. Так что вы понимаете. И за колоноскопию споем. Потому что я вот хочу все-таки, хотя сегодня не очень такой праздничный день, понимаете, но все-таки много песен сложили про нашу специальность. Это уже бедно. Ну, не поспоряется, можно найти много из тех песен, которые поет народ. Про кто? Я помню себе твои трещинки. Для репенировки это вы переболели наглядный мозг. И так далее. Поэтому, ребята, давайте все-таки не растягивать механ гармошки, а собирать просто пешку. Маленькую гармошечку. Знаете, какая маленькая, неизвать? Так вот всегда получается то, что мы делаем. Дальше. Это не только мой ученик, но и мой пациент. Ничего, что я такие подробности рассказываю. Сейчас не об этом. Но я к чему. Он может сказать, что колоноскопия в руках это нормальная абсолютно процедура. Вот в чем дело. Я лежал на этом столе неоднократно. И полипетомия была, и все остальное было. Поэтому я могу и о подготовке вам потом рассказать, и своих ощущений при колоноскопии. Но у меня кишка просто. У меня круть верх и купол слепой кишки. Понимаете? А вот у моей мамы не дай бог никому такую кишку. После двух инфильтратов дивертикулярных. Вот. Но когда у меня начинаются болевые ощущения, а ко мне приходят раз, два, три, я делаю эту сложную процедурку, и после этого у меня прохладный буль, и все остальное. Свободу уже не ходило. Все хорошо. Так что удачи вам всем. Колоноскопия даже для вас будет нормальная, ротерционная. То, что показали, делает и Репичи, и Сана, и у нас прекрасно делается Пуда, великолепно совершенно. Так что все абсолютно можно это согласны. И одно маленькое, маленькое замечание. Значит, действительно, мы потихонечку переходим на колоноскопию под седацией. Мы все больше и больше делаем. Если раньше практически были, ну, ну, единичные совершенно случаи по медицинским показаниям. И вот где-то лет 8 тому назад действительно у нас хорошо уже пошла колоноскопия под бутеревеном безболиям. Я делаю колоноскопию, ну, бутеревеном безболиям, пациентка же лежит, да, и я, наверное, какую-то вольность допустил в своих движениях. То есть, сделал нечто не совсем так, как надо. А она у меня забеспокоилась. Я спрашиваю анестезиолога, а в чем дело? Она же под седацией. Вик Владимирович, ей так же больно, как если бы она была без седации. Но она об этом не вспомнит. Поэтому, поэтому и делаем колоноскопию, что под седацией, что без седации так же элегантно, хорошо, что пациент может вспомнить, что это было хорошо. Спасибо. Дальше. Коллеги, можно вопрос? Один, короткий. Один. Я пока не услышал ни от кого о необходимости осмотра терминального отдела подвздошной кишки во время стандартной колоноскопии. Может быть, я невнимательно где-то слушал. Я прошу прокомментировать вот эту необходимость, потому что мы часто там обнаруживаем серьезные изменения. Может быть, просто остановить на этом внимание отдельно. Потому что всегда речь идет о необходимости достижения купола слепой кишки, но никогда не идет разговор ни в каких рекомендациях о необходимости осмотра терминального отдела подвздошной кишки. Хотя сложности в этом особенной нет. Спасибо. Игорь Ильич Кирьянов делает колоноскопию с пирископией постоянно, всегда. Это его модуль. Мы делаем обязательно осмотр терминального отдела в тех ситуациях, когда это было положено. У пациентов с СРК, у пациентов с яйцомкаритов, у пациентов с валютной микрона. И во всех тех случаях это обязательно. Когда просто перейдет, зашло, и зашло. Но, уверяю вас, почему-то хочется зайти тогда, когда не заходят. Потому что именно тогда, когда ты не зашел, вот что-то там и есть. А так и бывает. Поэтому практически всегда в итоге пытаемся зайти в эту подружку. так ли это нужно, это не нужно. И часто выявляем, как вы видите, те заболевания, которые есть у пациента, но он другими способами не был осмотрен. Поэтому эти изменения так и не выявлялись. Из клиники в клинику, как у нас, заменут, конечно. Виктор, можно сказать, Виктор, можно сказать что-то? Мои предложения в колон-кенсе скрининге не нужно интубить в алюме unless эта пациент это симптоматичная. Потому что это занимает время и энергия. Когда вы делаете скрининг колон-кенсе, вы должны быть очень meticulous. И вы должны провести наиболее 6 минуты. Но, according Рекс, вы должны провести наиболее 8 минуты. Если вы наиболее 8 минуты, вы добавили 2 минуты для получения алюме, и потом вы получили диструкты, вы не делаете свое дело. Мои предложения для скрининг колон-кенсе фокус на колорей термоколе. Потребите время, потому что это много времени. Не диструкайте себя с другими. Спасибо. Движемся дальше. Эндоскопическая диагностика патериальных новообразований толстой кишки. Дальнейшая тактика ведения пациентов зависимости от эндоскопической картины.